Всем привет! С вами Играцех и я, Артем Динамик. Ну что ж, впереди много интересного. Все готовы? Поехали! Microsoft объявила о том, что теперь все жители России смогут приобрести Xbox 360 по более выгодной цене. Самая простая версия будет стоить примерно 8999 рублей. Версия покруче и скинет там уже 10500 рублей. А игры для Xbox One не будут иметь региональной защиты. Хорошая новость для тех, кто хочет заказать консоли за рубежа, ведь запуск консоли в России откладывается. The Elder Scroll Online будет распространяться по подписке. Bethesda решили не следовать сложившемуся тренду и не переводить игру в условно-бесплатную модель. Стоимость месяца заставит 15 долларов. А тем временем немецкое издательство Deep Silver решило продолжить развитие игровой серии Metro, разработкой которой, напомню, занимается украинская студия 4A. Ну или 4A, кому как больше нравится. Ну что ж, будем ждать новых похождений Артема в постапокалипсисе. Думаю, ждать осталось совсем недолго. Хорошая новость для любителей Майнкрафт. Notch выпустил новую игру. Шутер под названием Shambles. Самое главное, что является абсолютно бесплатным и каждый из вас может запустить его в собственном браузере. Это шутер про зомби и все к этому прилагающееся. Однако у Персона есть и плохие новости. Он окончательно забросил разработку своего научно-фантастического симулятора 0x10c в пользу более мелких проектов. Но фанаты не отчаиваются и уже приступили к разработке своего, так сказать, симулятора, который будет называться Проект Трилек. Вальве в данный момент не работает над Half-Life 3. Так заявил актер Джон Лори, который ранее озвучивал персонажей для Dota 2, Half-Life 2 и прочих игр от Вальве. По заявлениям данного актера проблема составляет в том, что слишком плохо идет работа над захватом движения. Но буквально через 3 дня он удалил свой пост и заявил о том, что, дорогие друзья, все новости по Half-Life 3 может знать только гейб. Интересно, приложила ли к этому руку сама Вальва? В дополнении к Диаблу 3 появится новый герой и новый злодей. Героем станет Эай Крестоносец, а планку поднимут аж до 70 уровня. Главным же злодеем станет демон Молтаэль, который, как ни странно, хочет убить не только людей, но и демонов. Ну что ж, дата выхода нового аддона будет известна чуть позже, так что ждем, дорогие друзья. В России стартовал предзаказ на игру Beyond Two Souls, эксклюзив для PlayStation 3 от Quantic Dreams. Заказав стандартное издание, вы получите не только видеоролики о создании игры, официальный саундтрек и еще некоторые не особо значительные плюшки, но и целый дополнительный получасовой геймплейный эпизод. Ubisoft не устроил сценарий экранизации Assassin's Creed, который написал на них Майкл Лесли. На этом посту его заметит Скотт Фрэнк, который недавно выпустил замечательный фильм Росомаха Бессмертный. О сюжете Assassin's Creed The Movie пока ничего не известно, известно лишь только то, что главную роль в нем сыграет Майкл Фассбенда. Он же продюсирует картину и экранизация должна появиться в кинотеатрах 19 июня 2015 года. Представляю вашему вниманию игровой канал Пингвина. Эксклюзивные игры с PlayStation и Xbox уже на канале. Подпишись, не пропусти! Ну что ж, переходим к трейлерам. Ubisoft все-таки сдалась под гнетом петиций игроков и The Division выйдет на ПК. А сейчас мы рассмотрим геймплейный трейлер, в котором один из игроков будет играть с планшета, а второй с ПК, PlayStation, либо Xbox One. Выбирайте сами. И список команды можно увидеть в правом нижнем углу. Справа наверху мы видим действие, которое совершает игрок с планшетом. Он помечает особо значимые цели, делает прицельный выстрел по врагу, лечит сопартийцев, а также приносит им баф 50 к дамагу. Ракетный удар по засевшим за укреплением врагами. Еще люди с планшетами никогда не были так полезны. Ну что, дорогие друзья, ждем! На этом на сегодня все. Пишите в комментариях, какой трейлер вы бы хотели увидеть в следующем выпуске Игра Цеха. А с вами был Артем Динамик. Всем пока, друзья. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok